Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и это мой блог о жизни, эмиграции и путешествиях по Аргентине и не только. И сегодня мы с вами отправляемся в очередное путешествие по моей любимой Патагонии, чтобы увидеть один из символов этого региона, ледник Перита Морена, и побываем у подножия горы Фицрой. Вау! Итак, вперед по следам детей капитана Гранта! Город Эль-Калафаты, из которого осуществляются экскурсии к леднику Периту Морено, находится на самом юге Аргентины и от него до Антарктиды ближе, чем до Буэнос-Айреса. Поэтому и погода здесь соответствующие круглый год. Если вы летите из Буэнос-Айреса, то это три с половиной часа полета и чуть меньше, чем три тысячи километров. И вообще, все красоты Аргентины доступны из столицы только на самолете, на авто, только в том случае, если у вас достаточно времени и средств. В 20 километрах от города Эль-Калафаты на горе Серро Фриас находится частное ранчо, по которому мы совершили джиппинг, от которого стыла кровь в венах и пятки покрывались потом. Но какие панорамные виды на сотню километров в каждую сторону открывались перед нами! Благо, нам везде везло с погодой в течение всего путешествия, которое продолжалось две недели, и здесь же можно было понаблюдать за лошадками. Настоящая жизнь аргентинской глубинки! А это красавица Голубоглазка! У нее потрясающие голубые глаза! Для путешествия из Эль-Калафаты к леднику Перитамарена нужно выделить целый день и выехать пораньше, чтобы неспешно насладиться всей красотой пейзажей Южной Патагонии. До ледника от города 80 километров по хорошей дороге. Наше путешествие было в декабре. Это аргентинское лето, поэтому без снежных завалов на дорогах. Если говорить о погоде этого региона, Эль-Калафаты лежит в зоне засушливых степей с холодным климатом. Средние зимние температуры здесь около нуля, летние 10-15 градусов. Посещать ледник можно круглый год. Летом, конечно, комфортнее. Повсюду желтым цветет кустарник Калафаты, характерный для всей Южной Патагонии и в честь которого и был назван город. Но летом более ветрено, много туристов, высокие цены на все. Город Эль-Калафаты мне вообще показался очень дорогим, намного дороже, чем Барелочи. Зимой холоднее, средние температуры в районе нуля, но ветра нет. Снег бывает, но не очень сильный, так как это засушливая зона. Здесь вообще очень мало выпадает осадков, порядка 150 миллиметров в год. И также зимой здесь мало туристов, что также большое преимущество для любого путешествия. Это вот наша дорога, большую свою часть идет вдоль озера Эль-Аргентино, на котором и расположен ледник Эль-Калафаты. При приближении к леднику растительность начинает меняться, увеличивается количество кустарников, которые с обоих сторон цветут красивыми ярко-красными цветами. Видать, ледник здесь дает больше влажности, поэтому больше высоких растений. И вот уже на воде появляются первые айсберги от ледника Перито-Морено. Чем ближе к леднику, тем больше ледяных глыб в воде. А это на горизонте уже непосредственно мы видим язык ледника Перито-Морено. Лучший совет для посещения ледника Перито-Морено я получила от своего друга Алехандро из Барелочи, который посоветовал мне взять с собой термос, усесться на лавочке, с которой открываются красивые перспективы и наслаждаться красотой природы, ни о чем не думая. На мой взгляд, это место потрясающее для медитации, ведь ледник он живой, он движется, движется со скоростью 2 метра в сутки, он дышит постоянно, он разговаривает сам с собой. И наблюдать за всем этим великолепием можно бесконечно. А это, кстати, кустарник Калафаты. Здесь видны его ягодки. А по дороге видно было очень много цветов. Вся дорога была в желтых цветах от Калафаты. Перед ледником устроено очень много смотровых площадок, очень много деревянных дорожек, ступенек, ходить по которым можно очень долго, выбирая тот ракурс наблюдения за ледником, который вам понравится больше всего. Итак, давайте немножко молча с разных ракурсов понаслаждаемся видами на одно из главных чудес природы Аргентины, ради которого люди прилетают в эту страну с разных концов света. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Невероятно голубой цвет воды в озере Архентино, в который впадает ледник Перито Морейно, не может не привлечь внимания. У меня, кстати, спрашивали, это что такое фотошоп, зачем ты столько цвета нагоняла? Нет, это естественный цвет воды, который обусловлен наличием минеральных частиц, которые ледник привносит в это озеро. И плюс законы преломления цвета в радуге. Кстати, сам ледник изнутри также светится ярко-синим цветом, особенно когда в расщелины между льдинами попадает луч солнца. Это неземное зрелище и не верится в то, что все эти цвета на самом деле естественные. И после того, как ледник осмотрен суши со всех возможных и невозможных ракурсов, самое время пересесть на кораблик и отправиться на водную экскурсию по озеру, чтобы максимально приблизиться к леднику на разрешенную дистанцию. Кусочек ледника Перита Морена на борту корабля, чтобы можно было потрогать. И вот стена ледника все ближе и ближе к нам. Просто не верится, что это чудо уже совсем-совсем рядышком с нами. Посмотрите, какой невероятно синий цвет у этого ледника. И это его естественный цвет. Он такой есть на самом деле абсолютно никакого цветового фотошопа. В 2019 году в Аргентине было определено 7 чудес природы Аргентины. В этот список вошел и ледник Перита Морено, заняв почетное второе место. Ледник назван в честь легендарного директора Музея Аргентинского научного общества и активного исследователя Патагонии Франциско Морено, который сыграл существенную роль в защите территориальных интересов Аргентины в споре о границе с Чили. Ледник Перита Морено – это один из языков огромного ледникового поля Южной Патагонии. Это ледовая плата, третий по величине запас пресной воды в мире. Ширина языка Перита Морено составляет 5 километров, а средняя высота – 60 метров над уровнем поверхности воды. Но, как известно, у айсберга основная масса находится под водой. Так вот, средняя глубина подводной части составляет 170 метров, а максимальная достигает 700 метров. Скорость движения ледника примерно 2 метра в день, соответственно 700 метров в год, но при этом он не заползает на встречный берег, за редким исключением, так как ежедневно происходят обрушения ледника в таком же количестве. Поэтому, не учитывая небольшие отклонения, язык ледника не отступал и не наступал на протяжении последних 90 лет. И вот эти обрушения, которые происходят ежедневно, их очень много в течение дня и являются главным аттракционом, наблюдать за которым приезжают туристы со всего мира. Вот как раз впереди, видите, такая вот расщелина более светлая. В этот день, когда я там была, именно в этой части постоянно и происходили обрушения небольших глыб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 это гора Фитцрой, экскурсию которой удобно совершать из города Эль-Калафаты. Выезжать к ней тоже надо рано утром, поскольку до города Чальтен, расположенного у подножья горы Фитцрой, около 3,5 часов пути. И если вы хотите совершить трекинг к горе, это у вас займет еще минимум 8 часов при достаточно хорошей спортивной подготовке. Дорога от Калафаты к Чальтену проходит вдоль двух ледниковых озер Архентино и Вьедмо. 220 километров потрясающих пейзажей патагонских степей с огромным количеством животных. Мы постоянно видели страусов няньду, зайцев, гуанако и разных птиц. Но на протяжении всего пути картину постоянно омрачало большое количество мертвых гуанако, которые стали жертвой творения рук человека. Дело в том, что практически вдоль всей дороги сооружены проволочные заборы, чтобы гуанако не выходили на дорогу. А на самом деле эти заборы стали настоящей ловушкой для бедных животных, которые своими длинными лапами запутываются в проволоке, пытаясь перепрыгнуть через забор и погибают, зависая на этом заборе. Грустное зрелище, о котором нельзя молчать. С этим нужно что-то срочно делать, потому что это настоящая экологическая катастрофа. Поэтому, если среди тех, кто меня смотрит, есть те, кто знает, куда бежать и в какие колокола звонить, дайте знать. Ну а теперь, как всегда, о прекрасном, несмотря ни на что, дорога из Эль-Калафаты в Чальтен, она просто невероятно красивая. И вот уже вдалеке на горизонте появляется знаменитая гора Фицрой. Она просто невероятная красавица. И последние сто километров, а может и больше, на подъезде к Чальтену гора Фицрой будет постоянно вас преследовать то с одной, то с другой стороны. И вы на протяжении всего этого времени сможете ей любоваться. Не буду устраивать интригу и затягивать время. Сразу признаюсь, что трекинг на гору Фицрой мы не делали, потому что 25 километров с подъемом, с набором высоты в один километр для нас в этот день были непостижимы. По физической нагрузке, поскольку это у нас уже был практически десятый день путешествия, в этот день была очень сильная жара, были мы не совсем выспавшиеся, поэтому адекватно оценивали свои силы и не стали мучить свой организм. Но, слава богу, в течение всей дороги можно было любоваться этим красавцем. Вершина Фицрой – это очень молодая гора, впрочем, как и вся андийская кордильера и имеет высоту 3405 метров. В два раза ниже самой высокой горы Аргентины Аконкагуа, как-нибудь и о ней смонтирую видео, поскольку материалы мною уже давно отсняты. Именно потому, что эта гора молодая, ее пики такие острые и еще не подвергшиеся большим процессам эрозии. Пики Фицрой – это условная граница между Аргентиной и Чили, так как точной границы в районе горы на данный момент не определено. Да и кто ее там будет чертить? Впервые вершину Фицрой увидел Франциско Морено 2 марта 1877 года во время своих путешествий по Патагонии. Он назвал вершину в честь капитана Роберта Фицройа, командира британского корабля «Бигль», который нес большой вклад в исследование морского побережья Патагонии, того самого корабля, на борту которого путешествовал натуралист Чарльз Дарвин, чьи труды сделали этот корабль одним из самых знаменитых в истории. Местное название вершины Чальте, так же как и название городка у его подножья. Хоть к горе мы и не пошли, но небольшой трекинг к водопаду Чурильо Дель Сальто мы все-таки совершили. Это была очень приятная прогулка по Патагонскому весеннему лесу без всякого напряга. Ведь главное жить в удовольствие, особенно когда вы путешествуете. И особенно когда путешествуете по такому красивому краю, как Патагония. Дальше. Дальше. Местное. Дальше. Местное. Местное. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...